С марта 1998 года по февраль 99 за создание и издание комиксов официально взялось не так широко известное комикс-издательство Wildstorm. Свой крест они будут нести аж до конца нулевых, публикуя как авторский материал по лицензии, так и локализуя кое-что из официального китайского производства. Но это отдельная история. В данном же Альманахе мы познакомим вас с комиксом Resident Evil The Official Comics Magazine. Но перед этим расскажем про еще один небольшой комикс от Wildstorm, который как и для Resident Evil 1 в свое время был реализован в формате виртуального, публикуясь по одной странице каждую неделю. К сожалению данный комикс вероятно не был закончен, потому что по сей день отсутствует несколько страниц до финала. Данный неоконченный комикс был создан как промо-материал для Resident Evil 2 и представлял из себя чисто развлекательный, неканоничный контент для фанатов. Уже с первых страниц нужно привыкать к сумбурности и непривычности подачи истории. Так все начинается сразу с полицейской машины, где внутри знакомятся Клэр и Леон. Причем Клэр изначально информирована была братом уже про зловещую корпорацию из зомби, о его расследовании и прибыла в Ракун, поскольку беспокоилась о нем. После происходит авария с участием тягача с горючим. Леон тут оснащает девушку оружием уже после аварии. Кидая сумку со стволом, попутно Клэр отсылается на известный фильм Ромеро. В участке она сталкивается с Т-103, но на удивление достаточно легко решает проблему с ним с помощью пушки. И на этом существование данного тирана в истории можно считать окончено. После девушка находит дневник брата в офисе Старс и узнает, что Крис, Берри и Джилл узнали про Дживирус. А также то, что брат отправился в Европу тайно и не сообщил сестре, чтобы не подвергать ее опасности. Но как ни иронично, она сожалеет, ведь именно из-за этого благого намерения она теперь тут. И ей нужно выбираться из города. Исследуя участок, девушка встречает шефа полиции Брайна Айронса, который задумчиво сидит перед окровавленным телом дочери мэра. Буквально увидев Клэр, он ей ведает. Но вопрос, что тут произошло, прямо и спонтанно, что произошел Дживирус, который намного могущественнее, чем Тивирус. И что создал его Вильям Биркин, а теперь его семья в бегах, где-то здесь ошивается. На самом деле забавно, насколько Айронс тут все как на духу поведал и отпустил Клэр по своим делам. А еще странно, что он называет окружающие события последствием именно Дживируса. Хотя по игре все не так. Девушка понимает, что Айронс ушел в себя и не особо стыкуется с нынешней реальностью. И дальше, осматривая помещение, ищет Леона. Ведь если его не найдет, то придется самой бежать из участка через канализацию. И в итоге случайно в одном из помещений встречает Шерри, которая сообщает, что пришла в участок в поисках своих родителей. После, Редфилд и Шерри находят лифт, который, как они радостно считают, позволит им бежать из участка. Но внизу, их на мушку двоих берет обезумевший Айронс, который намеревается их убить. Но что-то неизвестное затягивает его в люк и разрывает на части. Пока наши герои сбегают, глядя на то, как шефа полиции на глазах на куски разрывает. Клэр даже умудряется позлорадствовать такой удачи. После, Клэр с девочкой сталкиваются с мутирующим Биркиным. Девушка противостоит ему гранатометам и прогоняет мутанта, который успевает произнести имя Шерри. Чем озадачивает Редфилд? Откуда он знает имя девочки? Дальше в канализации они находят раненого Леона и, естественно, не перевязанного, ведь в этом сюжете нет ады вонг. Он в присутствии девочки сообщает, что его пострелила мать Шерри, а ее муж создал чудовищный вирус. После чего он обратился в монстра и теперь ищет дочку, чтобы имплантировать в нее джи-эмбрион. Но из хороших новостей он знает путь к выходу. Где, правда, по пути они встречают гигантского аллигатора, но, по совету Леона, Клэр стреляет в баллон и подрывает ящера. Дальше нас уже переносят в сцену, где наша троица ищет эвакуационный поезд и в куче металлических труп находит окровавленную и умирающую Аннет, которая просит прощения у дочери за то, что была плохой матерью, после чего Клэр успокаивает рыдающую девочку. На подходе к поезду появляется мутирующий Биркин, который под шквалом огня героев трансформируется в очередную свою форму, а дальше все, продолжения нет. Впрочем, вы и так технически знаете, чем закончилась эта история. Вот такая отвольная и очень сумбурная интерпретация для крайне короткого и даже незаконченного комикса, который имеет все те же недостатки повествования, что были и у веб-комикса по Resident Evil 1, но в целом неплохой рисунок, хотя, честно говоря, у прошлого комикса он все же был лучше. Теперь же погрузимся в комикс основной Resident Evil The Official Comic Magazine, который насчитывает пять выпусков и представлял из себя сквозной сюжет, который был перемешан из антологии обособленных и косвенно связанных с ним историй. Wild Storm этими комиксами создали свою вселенную Resident Evil, который пойдет по другому пути и будет обособлен от игровой, лишь частично на нее опираясь. Поэтому канона в этих историях искать нет смысла, но можно зато будет увидеть то, как будущая дочерняя компания DC увидела и понимала данную вселенную. И если кто не в курсе, то Wild Storm это будущие сотрудники DC, которые будут рисовать комиксы по этой вселенной. Помимо этого, в комиксе опубликовались на тот момент вполне любопытные для времен отсутствия интернета интервью с разработчиками, где можно было узнать про ранние концепты игры, вдохновление и небольшое досье персонажей. А также промоушен Resident Evil 2 в виде с синопсисом событий, описания некоторых сцен и героев, но не обошлось и без заблуждений. Потому что в описании Ликера будет гласить, что он продукт разработки G-Virus, что неверно. А ведь это была информационная карточка по игре, а не только сюжет комикса. Люди в то время, имея такой источник, могли в этом плане быть немного обмануты. Ну что, начнем изучать сюжет данного комикса. Первая история называется «Досье Старс». И оно является своеобразным приквелом к событиям, в которых Альберт Вескер, старший офицер, назначает собрать команду Старс и заняться нашумевшими убийствами. Пока на данный момент, помимо Альберта, в участке уже есть один боец – Джозеф Фрост. Альберт по телефону сообщает представителю Амбрелла про то, что все идет по плану, и он собирает подходящих по навыкам и по возможностям бойцов отряда, дабы протестировать в полевых условиях детища Амбреллы, а заодно и не дать ему в случае чего распространиться. Тут комикс рассказывает подробности увольнения Криса из ВВС США. Он был на секретном задании, и в критический момент ему приказали бросить раненого товарища, но тот ослушался приказа и спас бедолагу. Первым отправляется команда Браво, ну, во-первых, поскольку она достаточно неопытная еще, а также двигатель вертолета был саботирован, так что они не должны будут особо усложнить миссию своим прочесыванием округи. Конец первой истории. Из интересного можно отметить, что Эдвард Дьюи не фигурирует среди бойцов Старс. Скорее всего, объясняется тем, что на момент первой игры это был единственный персонаж, чья внешность не была показана, и про него меньше всего было известно, ведь он удостоился лишь только роли оторванной руки с пистолетом в интро. Вторая история называется «Кто эти люди?». Повествование начинается с письма печально известного ученого из лаборатории особняка Джона. Он пишет письмо своей возлюбленной девушке по имени Ада, также попутно рассказывая про свои исследования и открытия, о том, что они должны будут помочь в изучении и борьбе с раком. Но пока это только в перспективе. А в то время, как у подопытных после введения препарата под названием Ти-вирус наблюдается не улучшение, а скорее обратный эффект. Джон рассказывает про свой жизненный путь и про карьеру, которая его привела в Амбреллу, где он уже и в свою очередь познакомился с Адой в Ракуне. Он даже настаивал на переводе Ады в его отдел, но рад, что из этого ничего не вышло, поскольку дела на объекте пошли нехорошо. Подопытный в виде добермана под воздействием вируса обрел высокую агрессию и силу, после чего сбежал из лаборатории. И ученый лишь надеется, что создание не доберется до города. Он продолжает задаваться вопросом, почему Ти-вирус воздействует на животных не так, как ожидалось, и почему каждый раз эффект такой разный. Его начинает мучить паранойя. Он знает, что по видеонаблюдению за ним кто-то следит. Что есть какой-то загадочный проект Т-002, а среди персонала есть опасения о заражении, и, возможно, он тоже инфицирован. Нужно сделать анализы. Очень скоро, худшее подтверждается, он инфицирован. На его руках уже появились язвы. В письме он прощается с Адой и просит ее в случае, если она встретит его уже другим, убить его, а также обнародовать данные об этом инциденте. А нужный для доступа пароль он спрятал в картине. Позади ученого в этот момент открывается дверь, и в помещение входит Джилл Валентайн. Джон встает из-за стола, и он уже фактически обратился в зомби. Не членораздельно он произносит слова о помощи, прося явно прекратить его существование. Что Джилл и делает с помощью дробовика и произносит, кто эти люди? В этот момент по камере. Из помещения с тираном Т-002 за ней наблюдает Альберт Вескер. Как можно заметить, эта история фактически почти полностью является пасхалкой на письмо Джона из игры и местной загадки. Но с долей авторского додумывания, в том числе и то, что полное имя тут ученого Джон Фэй. И еще одной особенностью является то, что если читать комикс на языке оригинала, на английском, то текст написан с огромным количеством орфографических ошибок и дублированием букв, дабы отразить помутнение разума автора письма и постепенное обращение в зомби. Третья история. Опасные секреты. Повествование начинается спустя два дня после инцидента в особняке. Четверо выживших бойцов Старс, Крис, Джилл, Берри и Ребекка обсуждают случившееся. Ребекка рассказывает, что когда их вертолет вышел из строя, они сделали аварийное приземление без жертв, но почти сразу были атакованы зараженными животными и побежали к особняку, где капитан Марине поделил их на группы для прочесывания строения, что вызывает у Ребекки сомнения по поводу его надежных намерений из-за того, что в команде уже было заметно предательство Берри. Крис рассказывает, что нашел тело Кеннета, когда того пожирал зомби, а Джилл про то, как на балконе наблюдала ворон, что выклевали глаза погибшему Форесту. После она нашла Ричарда, что был укушен ядовитой гигантской змеей. Хоть она пыталась ему помочь, но он не выжил. Кстати, отметим, что в комиксе Ричард имеет модное оружие. Пистолет с лазерным прицелом. До того, кстати, как это стало мейнстримом в серии. После Джилл повстречала Энрика, но тот был убит выстрелом в голову Вескера. Крис подытоживает, что благодаря собранным данным Джилл и Берри, они знают, что Вескер был внедрен в их отряд по приказу Амбреллы, которая замешана во всем этом, а их созданным оружием является Ти-вирус, который способен из животных делать монстров. А из людей-зомби даже малого количества вируса достаточно, чтобы уничтожить населенный пункт, а это может абсолютно изменить представление о химической войне. Нужно лишь было протестировать это на людях, и Амбрелла пожертвовала своим персоналом для этого намеренно, ну, что им стало ясно из письма Джона. А теперь Старс были взяты как тестирование их нового оружия, часть из которого, к тому же, уже успела сбежать и начать нападать на жителей города. В процессе расследования в особняке Вескер пленил Джилл и запер ее в камере. На что Джилл отметила, а разве не Криса он запер? И именно она нашла его в камере, но Рэдфилд пропустил этот факт мимо ушей. Кстати, отступим. Тут очень тонкий троллинг от автора на то, что два сценария в игре взаимозаменяют второго центрального персонажа в камере, в зависимости от того, за кого вы играете, и создают парадокс для общей истории. Продолжаем. После Крис и Ребекка встретили Альберта, который посолил Ребекку. Благо, у той был бронежилет. Ведь, чтобы оказать первую помощь кому-то на поле битвы, ты должен сам остаться живым. После Вескер затащил Криса в комнату с тираном, но тот вышел из-под контроля и убил своего создателя. Крис выпустил дюжину патронов из Винчестера, чтобы повалить монстра. Ребекка активировала самоуничтожение, и они вместе с Крисом освободили Джилл из камеры и пошли на вертолетную площадку. От этого рассказа Джилл все еще недоумевает, ведь это не она была в камере. По дороге они услышали страшное рычание, потому что Крис отправился наверх проверить обстановку Адзин, и, воспользовавшись сигнальной ракетой, подал знак пилоту Бреду, когда подоспели Джилл и Ребекка. В этот момент из-под земли вырвался мутирующий Т-002. Бойцы потратили весь боезапас, но твари было плевать на это, им еле удалось увернуться от него. Когда Бред, заметив трудности товарища, бросил Крису-ракетницу, и тот уничтожил суперсолдата. После благополучно сели вертолет и улетели. Они потеряли много хороших ребят. Ребекка напоминает и обвиняет, что кроме Вескера, про действия Амбреллы изначально был в курсе Берри, что всерьез злит и удивляет Криса. Тот срывается на Берри, но Джилл его удерживает и просит Берри объяснить то, что он ранее сказал ей. Берри отвечает, он знал, что Альберт работает на Амбреллу про Т-вирус, но не знал его свойств, считая, что речь идет о лекарстве. А уйти Берри не мог, ведь капитан угрожал его семье. Также в записях Альберта было упоминание не только о Т-вирусе, но и о новом Джи-вирусе, который гораздо могущественнее. Причем при этом на изображении показывают Ликера, ведь в комиксе он создание именно Джи-вируса. При этом им известно, что за создание отвечает фанатично преданной работе Вильям Биркин. А уничтожение особняка ровным счетом ничего бойцам не дало, и нужно продолжить борьбу, ведь начальство полиции уже собирается замять дело. Крис командует, что Ребека и Берри должны отправиться в штаб Старс, а Крис и Джилл будут на месте ждать новых приказов. Кстати, не удивляйтесь по поводу странного поисценирования Старс в этом комиксе, тут это подразделение подразумевает из себя нечто иное, нежели в игре. Крис утешает девушку, сообщая, что у них еще будет шанс поквитаться с Амбреллой в Европе. А для подмоги в этом расследовании дела в Раккун-Сити прибудет скоро полицейский Леон Скотт Кеннеди. И да, бойцы Старс обсуждали это в своем секретном убежище, и они не в Раккун-Сити находятся. В то время, как в городе уже началась эпидемия, и Крис буквально говорит, что пока мало кому удалось продержаться в городе полным зомби, и ему бы пора еще связаться с Клэр. Ведь он с ней не общался еще со времен, ну, как был в Раккуне. А зная свою сестру, у той может хватить упертости последовать за ним в город. Что, собственно, и происходит. На этом конец истории. Отметим, что в ней очень любопытный дизайн альфа-хантеров показан. Они очень массивные. Как и, собственно, Т-002 огромен. Еще засветился ранний дизайн Тирана Т-103. С респиратором из ранних концептов Resident Evil 2. Авторы почему-то будут использовать именно его в дальнейшем. Что достаточно любопытно. Машина у Леона тут нетипичная. Как и Клэр. Байк с шлемом тоже другой. Не можем, конечно, не докопаться по поводу Берри в данной истории. Он абсолютно отсутствует в повествовании событий особняка, и даже в финальной сцене с вертолетом. То ли это косяк автора, то ли это отсылка с троллингом, очередная по поводу игрового парадокса. Следующая история. Покойся с миром, Раккун-Сити. Сюжет начинается прямиком со взрыва особняка Спенсера, в процессе чего рядом в текущую реку попадает вылетевшая пробирка стивируса. После чего нам показывают новости по телевизору, где сообщается, что инцидент с особняком в свои руки под контроль уже взяла амбрелла. И это не более чем промышленная авария. А слухи про инфекцию в воде не более чем слухи. Но недавно наступила вспышка нового гриппа, связи с чем может быть усталость и зуд. Рекомендует обратиться с данными симптомами обязательно к врачу. Все это смотрел бедолага, что пил воду из-под крана и покрытый язвами. Едва способный говорить и находясь в смутном состоянии сознания, он решается отправиться к центру города, к врачу. В это время по дороге за рулем Ада направляется к Вильяму в надежде, что он не замешан во всем этом и чуть не сбивает того самого бедолагу. В итоге врезается в дерево. И переполненная ярость и бежит к мужчине выяснить отношения, но видит его прогнившее тело. И при попытке на нее напасть успокаивает его пулей в голову. Теперь уже решая, что у нее с Вильямом будет серьезный разговор. Ада прибывает в лабораторию к Биркину, который как раз завершил G-вирус и хочет, чтобы девушка разделила момент триумфа с ним. Ведь G-вирус был несовершенен. А ей и Джону можно порадоваться за такой прорыв. Но девушка обеспокоена тем, где сейчас Джон в принципе, и что из-за всего этого Старс могут сесть им на хвост. Но Вильям успокаивает ее новостью, что шеф полиции Брайан Айрон скуплен амбреллой и протолкнет новость ровно то, что они захотят. Все эти слова подслушивает, спрятавшись в вентиляции, журналист Бен Бертолуччи, который с ужасом понимает, что замешаны все и нужно убираться отсюда. Шокированный тем, что ему удалось узнать, он идет выпить в бар и, разговарившись с барменом, рекомендует тому бежать из города, вывалив на него правду про вирусы зомби. Но бармен скептично относится к своему посетителю, пока его слова не подтверждает ворвавшийся в помещение через витрину зомби. Бен благополучно покидает бар, оставляя хозяина с заведения одного сражаться с мертвецами. Бен отправился за оружием в оружейный магазин Джорджа Кенда, у которого снаружи уже можно наблюдать людей с язвами на теле, а внутри ни минуты без посетителя. Да, кстати, в комиксе хозяина магазина зовут Джордж, а не Роберт Кенда. Внутри работник зоопарка Хосе просит Кенда предоставить ему лучшие патроны для дробовика, ибо то, что он сегодня увидел, не дает уверенность его стопроцентную даже в этом оружии, а ведь ему еще нужно срочно починить электроограду в зоопарке. Джордж предоставляет ему боезапас, удивляясь, что в городе странное время настало, и он уже продал больше, чем за весь год ранее. Хосе прощается с Джорджем и советует ему быть на чеку, когда в это время заходит Бен. У Хосе по дороге в его фургоне кончается бензин, и он останавливается заправиться, и прям как завещает реклама напротив, решает закурить, когда к нему подходит работник бензоколонки, но, увы, тот уже не человек, и впивается в горло бедолаги. Сигарета падает на разлитый в ногах бензин и подрывает обоих. Взрыв блокирует дорогу к грузовику, и водитель, недоумевая, выходит из кабины, где его окружает и разрывает зомби. А немного опоздавший Леон по-македонски расстреливает мертвецов, и задается вопросом, что за чертовщина тут творится? Итак, мы переходим ко второму выпуску комикса и его первой истории под названием «Новая глава зла». Все начинается с привычной нам сцены с грузовиком и аварии из Resident Evil 2, после чего Леон с Клэр договариваются встретиться в полицейском участке. Леон прибывает в департамент и встречает там раненого Марвина, который вводит его в суд дело и просит выстрелить тому в голову. Пока не поздно, но Леон не готов к этому. Клэр же, пробираясь через улицу и с ожившими мертвецами, добирается до участка, когда вертолет позади нее в коридор сбрасывает Т-103, которого мы толком и не можем рассмотреть, ведь Клэр уничтожает его из гранатомета, отметив, что его особый плащ смог каким-то чудом выдержать пять прямых попаданий из гранатомета. Ей срочно нужно найти Криса. Собственно, в офисе Старса она встречает Леона, который ей сообщает, что из дневника ее брата узнал, что тот отправился в Европу под уши Амбрилы, и им нет смысла тут оставаться. Передает ей рацию и говорит, что нужно забрать еще одного человека с первого этажа. Но вернувшись, лишь встречает уже обратившегося Марвина, которого ему приходится убить и пожалеть, что он не оказал ему эту услугу ранее. Думая, что в камерах заключенных еще могут быть выжившие, он отправился к ним и на парковке встречает Аду Вонг, та сообщает, что ищет репортера по имени Бен, и ей нужна помощь, чтобы сдвинуть фургон, что мешает на пути. Объединив усилия, они находят репортера, и девушка настойчиво пытается узнать, что сообщил властям Бен, ведь по его заверениям он знает, что происходит. После пытается узнать про Джона, но Бен все в отказ, ничего не говорит и настойчиво гонит своих посетителей. Мол, камеру я вам не открою, с вами не пойду, ведь снаружи зомби, и даже кое-что пострашнее. И что если они не уйдут, то могут эту тварь привести к нему. Так что советуют им валить через канализационный сток. Леон считает, что парень свихнулся, но совет может быть дельный, и нужно попробовать. Но не успели они далеко уйти. С потолка камеры тентакли схватили Бена. Вернувшийся Ада с Леоном пытается помочь корчимся в агонии парню, но тот из последних сил сообщает, он знал, что шеф полиции коррумпирован Амбреллой, после чего его тело разрывает изнутри, и по кровавому следу полицейский находит уже разросшееся создание и мстит за смерть человека. Леон по рации сообщает Клэр, что можно сбежать вместе с ними по канализации. Та отвечает, что последует его совету, как только осмотрит еще одно помещение, где встречает шефа Брайана Айронса с окровавленным трупом на столе. Клэр пытается узнать, кто он такой, но мужчина говорит с ней в жестком тоне, что та и сама в курсе, и он ждал, когда за ним кого-то пришлют, принимая девушку, видимо, за кого-то из Амбреллы. При этом находясь в бреду, поскольку твердо уверен, что ей нужен труп девушки на столе. Но труп девушки, это его личная часть коллекции, и он никому ее не отдаст. А на вопрос, что происходит, тот в поту выкладывает про Дживирус, про Биркина, и про то, что его маленькая дочь где-то тут ошивается. Клэр предлагает Айронсу вместе с ней пойти к выходу, но тот наотрез отказывается. Девушка отправляется дальше, и вскоре находит Шерри, которая сообщает, что ее родители работают на химическом заводе, а мама позвонила и сказала срочно идти в участок, и теперь она ищет их. Клэр решает взять девочку с собой, и они находят лифт, который ведет их под землю, где они наталкиваются снова на безумного Айронса, который кричит, что он так и знал, что именно Амбрелла подослала Клэр за ним. Но за что? Ведь он все сделал так, как и не велели. В это время Тентакли из люка утаскивает мужчину, и он превращается в фарш. А шокированная Клэр с девочкой приходят к выводу, что нужно убираться отсюда. Десять минут ранее. В другом лифте Леон и Ада сталкиваются с Аннет Биркина. Узнав имя девушки, Аннет сообщает, что та ведь подруга Джона, который стал зомби, а теперь парочка по ее подозрениям хочет отобрать Джи-вирус. Но Ти не понимает, о чем идет речь, и Аннет сообщает, что Вильям создал Ти-вирус, а потом и более совершенный Джи. Но ему пришлось инфицировать себя во время нападения Амбреллы, и теперь он рычит в поисках своей дочери, ведь все Джи-создания пытаются распространить свои эмбрионы в живые существа, а у кровных родственников он приживется. И это механизм выживания данного организма. После чего стреляет, но Леон прикрывает телом Аду, а Аннет сбегает, на что офицер просит последовать за ней, а он пока тут раненый передохнет. В это время Клэр и Шерри натыкаются на Биркина, который произносит имя девочки. Клэр удивлена этому, и благодаря гранатомету прогоняет монстра. А чуть позже находит раненого Леона, узнает про Аду, который, возможно, понадобится помощь, и отправляется за ней, но перед этим перевязав Леона, и оставив его на месте переводить дух. Однако тот не готов сидеть сложа руки, и в канализации находит Аду, когда на них нападает гигантский аллигатор. Однако точным выстрелом в газовый баллон он уничтожает монстра. После на поезде лифте Ада с Леоном отправляется в лабораторию. Кеннеди сообщает Клэр, чтобы та отправлялась туда же, когда в этот момент стену поезда пробивает Биркин и серьезно ранит Аду, что приводит к личной вендетте офицера против монстра, и он побеждает чудовище. Леон отправляется в лабораторию на поиски медикаментов, когда встречает Аннет, которая все еще уверена, что парню нужен G-virus. К тому же он посмел убить ее мужа, но быстро понимает, что Простак не в курсе в том, что его спутница шпионка, и она выяснила это, покопавшись в прошлом Ады. Ее знакомство с Джоном было не случайность, она прибыла сюда за G-virus. В этот момент раздается предупреждение о запущенной системе самоуничтожения. А теперь, констатирует Аннет, она, похоже, еще и активировала протокол самоуничтожения. Сейсмический импульс провоцирует обрушение металлических труб на Аннет и хороня ее под ними. Леон подбирает колбас G-virus с тела Аннет, когда объявляется ада и просит по-хорошему отдать образец парня, который не готов верить в то, что супруга Биркина была права, но та из последних сил выстреливает шпионку, из-за чего ада прокидывается через перилу. Леон ее хватает, но она, прощаясь с ним, все больше выскальзывает из руки и потом вовсе падает. Причем в диалоге Леон ей еще в этот момент сообщает, что ампулы с вирусом больше нет, что странно, ведь страницу назад она была, а тут уже нет. Хотя он ее не выбрасывал. Загадка. Двумя минутами позже Клэр и Шерри находят заваленную трубами Аннет, та извиняется перед Шерри за все и просит избавиться от своего кулона, ведь в нем еще один образец же вируса. После смерти Аннет Клэр выбрасывает кулон. Объединившись, Леон, Клэр и Шерри ищут поезд для эвакуации, ведь осталась минута до детонации и как назло объявляется мутировавший еще сильнее Вильям. Им все же удается его расстрелять, а после сесть на поезд и уехать до взрыва, где в поезде они приходят к выводу, что это еще не конец, да и Клэр должна найти своего брата. Вот такое своеобразное очередное прочтение Resident Evil 2 с кучей вольностей. Следующая история называется Зверинец мутантов. 7 сентября 7 утра зоопарк Раккун-Сити. Парень по имени Хел закончил кормление животных и собирается домой со смены. Из-за недавнего инцидента с особняком Спенсера нынче люди предпочитают оставаться дома и у зоопарка мало посетителей. Однако он предупреждает Патрика Бредди местного охранника, что неплохо бы проверить систему электричества, поскольку она может скоро дойти до состояния перегрузки. В это время через стену зоопарка пробирается огромная фигура мутировавшего Вильяма Беркина. Нам показывают флэшбэк, как накануне отряд Ханка расстрелял Вильяма для похищения у него образца ладжи вируса. Но у ученого был при себе еще один образец, так что он вводит его себе и мутирует. После чего он направляется в город, проговорив, что нужно заразить как можно больше хостов. Через 45 минут после отъезда коллеги Патрик слышит страшный рев. Отправившись на разведку, он застает растерзанными на куски двух своих коллег, а вскоре находит и виновника. Им оказывается Биркин в своей второй форме, который борется с тиграми, а одного и вовсе с помощью языка инфицирует. Стрельба из пистолета никак не помогает и Патрика спасает лишь донесшийся издалека девичий крик, который привлекает внимание Биркина и он покидает зоопарк, идя на голос своей дочери. В то время, как контактирующие звери с мутантом начинают обращаться в монстров. Патрику удается спрятаться в офисе, где по радиосвязи мужской голос вызывает Клэр. Это оказывается Леон. Патрик связывается и обрисовывает ситуацию с зараженными животными, на что Леон настоятельно просит его уничтожить твари, пока они не разнесли дальше G-вирус. На миг отчаявшись, охранник все же придумывает план по решению ситуации. Система электроэнергии зоопарка. Ему нужно добраться до генератора, перегрузить его и взорвать территорию зоопарка. Проблема заключается в том, что ему придется идти к нему через всю территорию. Так что Патрик вооружается под завязку и устраивает марш-бросок, пробиваясь через множество экзотически зараженных животных. Добравшись до будки с генератором, он его перегружает и подрывает территорию, чудом выживая. Вернувшись, к разрушенному офису он обнаруживает, что Леон пытается связаться с ним. Патрик рапортует, что он уничтожил зоопарк вместе с зараженными животными, а Леон, в свою очередь, сообщает, что лаборатория Биркина тоже уничтожена. После мы видим спящего на территории Патрика, которому подкралась последнее выжившее зараженное животное, выпуская отки ворту свой продолговатый язык. Как это делал Биркин с тиграми, дабы заразить. Весьма странная получилась история, да и в целом еще в рамках собственной этой линейки кобикса есть проблема с таймлайном, начало эпидемии между сюжетами. Хотя нельзя сказать, что данная линейка комиксов очень сильно старается в соблюдении дат своей собственной вселенной. Зато примечательно, что спустя несколько лет в Resident Evil Outbreak File 2 будет задействован сценарий, который происходит в ракунском зоопарке и конечно же в нем уйма экзотических зараженных зверей. Следующая история называется Lockdown. После того, как подразделение Raccoon Stars было фактически расформировано, Берри Бертон принимает предложение штаб-квартиры Stars обратиться за психиатрической помощью в борьбе со своими кошмарами. Он замечает человека, шатающийся неподалеку, но старается игнорировать это как чрезмерно активное воображение. Ему чудится зомби после пережитых событий в особняке. Он поднимается к доктору Питеру Ленглу, что уже ждет его на прием. Когда врача срочно вызывает по телефону. Красный код. Образцы вырвались на свободу. Ничего не объясняя Бертону врач стремительно убегает, но недалеко уже за поворотом он становится очередной жертвой зомби. Бертон удивлен такому стечению обстоятельств, но к счастью пушку он носит всегда при себе и расправляется с ходячим. После чего подбирает ключ с пола предполагая, что тот ему еще может пригодиться. Берри отправился в холл, но там толпа зомби уже рвала на части несколько людей. Ни в коем случае нельзя дать возможность им выйти и заполнить город. Берри заходя в лифт проговаривает слух, что нужно найти откуда твари вылезли и возможно найдется средство с ними разобраться. Как раз по стечению обстоятельств серьезно зараженный мужчина на полу лифта услышал слова Берри и сообщил, что внизу есть лаборатория, а также отдает ему часть от детонатора, дабы активизировать встроенную в здание бомбу и уничтожить тут все. А еще карту с расположением частей. Как раз там и ключ доктора Бертону пригодится. Берри благодарит мужчину за помощь и говорит, что ему придется его застрелить, поскольку он не заслуживает участи стать зомби, прерывая страдания бедолаги. Бертон находит разгромленную лабораторию, где синтезировали Т-вирус и на него сразу же нападает тиран. Мужчина конечно пытается забаррикадироваться от монстра, но для того все лишь временная преграда. Благо рядом на стене оказывается пожарный топор, и Берри отсекает руку тирана, временно выводя того из равновесия. Однако просто так сбежать не удается. Монстр хватает за ногу Бертона, тот дотягивается до колбы на столе и бросает в лицо тирану, после чего физиономия монстра искажается в агонии, а кожу начинает разъедать, что дает время Берри покинуть лабораторию. На лифте он прибывает на этаж с почтовой станцией, но и тут уже бродят зомби, на которых приходится разрядить еще драгоценные патроны. Коих становится все меньше, а значит нужно креативить для уничтожения врагов. Как раз одна из тварей пожирала руку с заветным ключом, который нужен был Бертону, для добычи части детонатора, с чем он успешно исправляется. После на лифте он прибывает в подсобное помещение за последней частью в комнате, которая полна контейнеров вонючего мусора, и к его сожалению это окажется меньшее изол. Огромные зараженные тараканы почуяв добычу устремились к мужчине. Насекомые впиваются в ногу Берри, но тому удается отбиться от троя плотоядных насекомых с помощью выпущенного выстрела ампара из трубы. Бертон ставит на таймер бомбу и отправляет ее с лифтом на первый этаж, а сам на крыше с помощью огнемета пробирается через спирующих зомби и за миг до взрыва спрыгивает с крыши здания, когда то взрывается. Он приземляется в бассейн на крыше здания пониже и рассуждает, что это последняя поездка на лифте и теперь он полностью излечен, ему больше зомби не мерещатся. История вышла кстати сумбурная и в ней толком сюжета нет. Это просто эпизод хардкорной разборки Берри с кучей твари в адреналиновом забеге. В этом можно найти одновременно плюс и минус. Когда и где происходят события, толком тут понять нельзя, что опять же для данного комикса типично в большинстве своем. Как и то, что несмотря на укус, Берри почему-то не заразился в отличие от других. Волчья охота. Данный сюжет разворачивается до событий в особняке Спенсера. Трое студентов колледжа Майк, Ракелли, Мишель проходит мимо кафетерия колледжа Раккун-Сити, обсуждая недавнюю смерть студентки Джулии. Говорят, что их сокурсник Джордж нашел ее тело полностью разорванным на дереве. Хотя полиция не спешит распространяться в подобных происшествиях, поэтому студенты склонны считать данные и подробности преувеличением их сокурсника. Мишель пытается успокоить Ракель, говоря, что рано или поздно убийство происходит в любых городах, но все же кто неплохо бы ввести комендантский час. Мишель воспринимает в штыки такое предложение, а Майк пытается подбодрить девчонок, что в случае что сможет их защитить, но это лишь вызывает у них истерический смех. Позже вечером Мишель в темноте направляясь от библиотеки неожиданно сталкивается со страшной лохматой фигурой из кустов. Первым ударом она наносит глубокие раны девушки, после чего убивает. На следующий день Джилл, Берри и Альберт Вескер обсуждают убийство у колледжа. Жертву растерзали, а руку оторвали и нашли в трех метрах от убитой. Полиция зашла в тупик, так что Альберт поручает Джилл замаскироваться под студентку и об этом не должен знать никто, кроме Берри, который должен будет приглядывать за Джилл Валентайн неподалеку, а связь поддерживать через специальное ожерелье. Этим же днем в аудитории Джилл заприметила расспросить ребят про местные убийства. Те поначалу удивились ей, поскольку ранее никогда ее не видели тут. Но Джилл сказала, что только что перевелась сюда из университета, на что Майк посоветовал ей возвращаться оттуда, откуда она прибыла. А если нет возможности, то с приходом темноты держаться подальше от библиотеки. Естественно, Джилл поступает ровно да наоборот и с приходом темноты начинает склоняться рядом с библиотекой, переговариваясь через передачу с Берри. Который беспокоится за Джилл, хоть та его и успокаивает, что разве с ней может что-то случиться? Но ее уверенность нарушает шум позади. Появившаяся огромная фигура начинает гнаться за Джилл, а та по передачу зовет Берри, на помощи сообщая, что нападающий не похож на человека. Скорее это волк. Тварь прыгает на Джилл, но та уворачиваясь стреляет в нападающего. Примчавшийся Берри удивленно смотрит на лежащий в крови труп мужчины удивляются, что она говорила про волка, но он вполне человек. При этом неподалеку он нашел в кустах брошенную одежду. Джилл говорит, что это было одновременно будто волк, но и не волк. А озадаченный Берри замечает следы от когтей на кофте Джилл. Ничего не понятно и не сходится. Светит полная луна, а Джилл предлагает вызвать копов и завязывать с этим, странная и не вписывающая с этим серии история. Автор этой истории буквально притянул за уши мистику сюда с оборотнем. С другой стороны, в серии действительно в Resident Evil Village появятся оборотни в виде ликанов, но то будут просто древними мутантами, которым люди за своей дремучести приписывали мистическую историю, что для серии как раз и уместно. В любом случае, данный комикс умудрился зафорсить оборотней задолго до того, как это сделала Кэпком. Как минимум на это стоит обратить внимание. А еще интересная деталь, что маскируясь под студентку, Джилл оделась в наряд, который является бонусным для первой части игры. Следующая история «Опасный остров». К тропическому острову приближается гражданский самолет, на борту которого влюбленная парочка наших героев Люси и Стэн. На острове всего около 20 человек, а все остальное дикая природа, и они в предвкушении райского отпуска. В отеле Люси читает брошюру, в которой рассказывается про здешний красивый коралловый риф, и парочка отправляется на пляж, где находят ларек паренька по имени Эйс. Он им предоставляет снаряжение для дайвинга. На вопрос Стэна про наличие акул поблизости получает ответ, что таковых тут нет. Стоит только опасаться угрей. Впрочем, если они их не будут трогать руками, то все будет в порядке. Люси не упускает момента подшутить, что разве спецназовцу сурки боятся акул. Когда Люся со Стэном отправились под воду, на остров падает самолет Амбреллы, который перевозил как Т-вирус, так и Джи. К тому же еще несколько образцов биорганического оружия. Все эти вирусы по воздуху распространяются на острове. Еще один интересный аспект особенностей комиксовой вселенной данных авторов. В игровой вселенной Т-вирус и Джи-вирус так не могут распространяться по воздуху, потому что просто банально на воздухе очень быстро нейтрализуется, но у авторов Вайлдшторм своя вселенная и свои правила. Коралловый риф оказывается достаточно острым и плечом Стэн его задевает, а его кровь в воде привлекает внимание спрятавшегося угря. Вообще-то, судя по рисунку художника, это вероятнее всего Мурена. Выбравшись на берег, они идут сдавать Эйсо-снаряжение, однако тот бросается на Люси с безумными глазами, но Стэн вовремя спасает свою пассию, протыкая шестом безумца и запуская его тело в море, где Мурена впивается в его плоть, заражаясь. На первый взгляд Стэну могло показаться, что Эйс домогался его девушке, но его внешний вид был у парня совершенно неестественный, поэтому парочка решается вернуться в отель и рассказать о случившемся. Однако на пути у них предстают полуразложившиеся леопарды, и глядя на опасных зверей, Стэн предлагает спрятаться в лесу, хотя едва ли там будет лучше. Идея взять каноэ и свалить с острова тоже оказалась провальная. Мурена, вкусившая плоть Эйса, заразила Дживирусом и стала огромным монстром с образовавшимся глазным яблоком на руке. Чуткий нюх позволяет ей учуять человечинку, и нашим героям предстоит бежать. Люся замечает синюю траву. На курсах медицины она проходила ее. Это Мекансиус Маверикус, обладающий сильным анестезирующим свойством. Она сорвает ее и предлагает использовать, но сорванное растение потревожило мутирующую в Венеру мухоловку. Та хватает Стэна, и тому едва удается дотянуться до ножа и высвободиться из-под плотоядного растения. Пока Стэн и Люси взбирались на скалу, уничтожая в Венеру мухоловку, их нагоняет мутирующая Мурена. Благо парочка уже забралась высоко, и к удаче огромный булыжник из-под ног Стэна сорвался вниз на голову монстру, а мужчине лишь остается надеяться, что это прикончило монстра. Забравшись наверх скалы, они видят впереди спутниковую тарелку, а значит там может быть радио и возможность вызвать помощь. Но Люси пока предлагает обработать раны и ссадины, что они получили убегая, а также передохнуть, ведь они были на краю гибели уже несколько раз за столь короткое время. Их минуту стаи Гуан. Паре приходится прыгать со скалы на ближайшую пальму. У Люси истерика, она больше не может это терпеть. Мы все здесь умрем, это нечестно, кричит она. Стэн пытается ее успокоить, ведь они почти добрались до радио, когда в этот момент его отвлекает капля, что падает на его голову. Будучи рядом с обломками самолета, они оказываются в окружении ликеров, и похоже в этот раз нет возможности бежать, остается только драться, хотя едва ли есть шансы. Но вдруг объявляется мутировшая мурена, она спугивает ликеров, и Стэн, пытаясь отлечь ее, наказывает Люси бежать в радио, пока есть шанс. Стэн ранен, но ему удается обломкам самолета нанести твари ответ на удар и сравнять счет, после чего он сталкивает с неустойчивой поверхности тварь прямиком на искореженные обломки, которые пронзают плоть монстра. Тем временем Люси вызывает помощь и получает ответ на вопрос где они, та сообщает мы на острове банал и были атакованы неизвестными существами, а тут и объявляется израненный Стэн, который рапортует, что победил тварь, а Люси ему радостно сообщает, что все получилось и помощь уже в пути. Люси кладет израненного парня на кушетку и тот в скверном здравии не исключает, что возможно может и не дожить этот день, но продолжить свою откровенную речь любимый не успевает, поскольку снаружи слышатся звуки приближающего вертолета. Дверь распахивается, а на пороге оказывается светловолосый мужчина. За его спиной проглядываются летящие вертолеты и вооруженные люди в химзащите с логотипом Амбреллы. Он представляется Вильямом Биркином и сообщает, что эти двое последние выжившие на острове и он впечатлен ими, но к сожалению их историю никто не должен узнать. Люся спрашивает, но вы ведь нам поможете? На что получает утвердительный ответ, после чего дверь закрывается с мелькнувшим пистолетом в руке Вильяма и раздаются два выстрела. Несмотря на самбурность неплохая история, приправленная большим количеством экзотических монстров и печальной неожиданной развязкой. Следующая история Мертвый полет В парке назначив встречу собрались Крис, Джилл и Берри. Пережив ужас, в поместье Спенсера и Раккун-Сити они твердо решают, что нужно бороться с Амбреллой, которая продолжает исследование эти вирусы в Европе, где у них еще уйма лабораторий. Крису как раз стало известно, что одна такая находится в Лондоне, а через нее они планируют в скором времени отыскать остальные, чтобы прекратить кошмары и спасти мир от перспективы зомби-апокалипсиса. В аэропорту Берри сокрушается, что придется лететь третьим классом, на что Джилл отвечает, самое главное, что это коммерческий рейс, ну и естественно оружие с собой тоже нельзя взять. А воодушевленный Крис подбадривает, что зато это возможность выспаться в полете. Ведь кто знает, когда еще выдаться потом такая возможность. В то время, как позади троицы длина волос и брюнет по телефону сообщает, что объекты собираются лететь на самолете. Он рапортует, что Амбреле не о чем беспокоиться и уже снабдил запасы питьевой воды на борту обновленной формулой Т-вируса, который действует гораздо быстрее. И к тому же эту воду подают не только пассажирам, но и пилотам, а значит самолету суждено вскоре оказаться в пучине Атлантического океана. В салоне самолета Берри продолжает ворчать глядя на тучного мужчину, что с упоением попивая стакан воды. Эти пассажиры первого класса вечно что-то пьют, а им предстоит как бедным родственникам терпеть все тяготы третьего класса, но Крис все еще пытается успокоить Бертона, покоя багаж, что кто как, а ему главное поспать. Самолет только взлетел и стюардесса собирается рассказать про правила безопасности во время полета, когда еще недавно смакующий приятную воду тучный мужчина начинает чувствовать себя нехорошо. У него кровавый кашель, а кожа начинает покрываться сыпью. Конечно, этот мужчина из первого класса не единственный стюардесса с криком ужаса убегает в салон к нашим героям, а за ней уже следуют зомби. Джилл организует людей, приказывая им спрятаться в хвосте самолета, а сама прикидывает что делать, ведь оружия или даже несчастного ножа нет, но ее взор падает на поднос с едой, а коль обед не состоится, то метким броском с огромной силой металлический поднос рассекает череп ходячему мертвецу. Все равно по мнению Джилл еда в самолете убивает своим качеством. Берри же в багажнике находит лак для волос, это вполне сгодится, используя зажигалку, он импровизируемым огнеметом жжет приближающийся зомби, однако Крис сообщает, хватая огнетушитель, что если салон срочно не потушить, им тут всем конец. Берри предупреждает Криса, что к нему приближается еще один зомби, и мужчина, закончив тушение пламени, разносит голову твари метким броском огнетушителя. Приближается еще зомби, а Джилл взывает к тому, что нужно срочно найти оружие, во время того, как вышибает не остается много кусочков от непрошенных гостей. Берри радостно отмечает, что в целом они справились, и их было не так много, пока добивают оставшихся, но его позитивный настрой нарушает Джилл, который сообщает, что она только что превратила в кашу зомби, который был пилотом, а значит самолетом уже никто не управляет. Тут начинается следующая история под названием зомби на борту. Крис решается отправиться в кабину пилота, пока Берри ведь Крис все-таки летчик. Но Редфилд озадачен тем, что иметь дело с таким большим лайнером ему не приходилось, так что все не так просто, как могло показаться. В то время, как позади него в кабине пилота появляется мрачная фигура, Крис потихоньку разобрался с управлением, а во время подоспевший Берри обезглавливает нападающего и спасает спину Редфилду, сообщая, что они со всеми разобрались и сейчас усаживают выживших пассажиров. Берри подключается вторым пилотом, а Крис запросив экстренную посадку в аэродроме получает добро. Строится и встречается представитель высших органов по позывному Сокол, который поддерживает миссию наших героев и предполагает на вопрос Джилл про их поездку, которая была секретной Европу, что кто-то слил информацию. Возможно, у них в рядах завелся крот, а теперь предстоит поработать в Англии. Наверное, это один из самых атмосферных и интересных оригинальных сюжетов в этом цикле комиксов, который без перегибов и в то же время вполне аутентичный содержанию. Автор смог показать сеттинг самолетом, который на самом деле в серии достаточно большая редкость по сей день. Тут можно немного найти схожие ситуации, которые будут в будущих Resident Evil Degeneration и Resident Evil 6. Но на этом история не заканчивается. Дальше в лондонском Тауре Джилл с Крисом сражается с зомби-гвардейцами, а в Вестмистерском аббатстве Берри также встречает зомби. Позже в музее восковых фигур Мадам Тюсо Троица также противостоит ожившим мертвецам негодуя, что Амбрелла постоянно на шаг впереди. Далее во Франции на Эльфевой башне Джилл и Крис зачищают туристическое местечко от зомби. Потом в Лувре как бы Берри не просил ребят быть осторожнее и не задеть Венеру, они таки ее обезглавили. И Бертон заключает, что лучше им сюда не возвращаться. Дальше они посещают знаменитые мельницы Амстердама в Голландии и снова мимо штаб-квартиры Амбрелла им не удалось найти. Дальше идет уже Октоберфест Германии и этот рейд по Европе пора бы уже заканчивать. И вот они прибывают в замок Квек в Германии. Место огромное и они решают разделиться. В темнице среди орудий пыток Джилл находит фото двух близнецов ученых, а на развороте надпись Я и Эйб. Наш 28 день рождения хорошее время. В это время Крис в зале с доспехами замечает, что шлем один не на своем месте. Вернув его к нужному доспеху появляется надпись Кейн Тивирус и открывается секретный проход. В это время Берри в огромном зале находит орган и по юным воспоминаниям решает на нем сыграть, после чего открывается секретный отсек с запиской, которая гласит 3 ноября даже не знаю, что я делаю. Кейн инфицировал себя и у него проявляются странные симптомы. 15 ноября ему стало еще хуже и я боюсь, что его дни сочтены. 21 ноября Кейн куда-то пропал, нужно скорее синтезировать вакцину. В этот же момент Джилл оказывается окружена зараженными крысами и Крису приближается фигура в доспехах, а на Берри бросается почти полностью разложившийся труп. Продолжение этой истории следует в последнем эпизоде комикса, который будет называться Кейн и Эйб, но про него чуть позже. Если сама история про самолет была вполне интересной, то вот зомби-тур бойцов Старс по Европе ощущается как какая-то детская наркоманская дичь. Настолько глупа и несерьезная история про то, что герои ищут штаб-квартиру Амбрелла в европейских достопримечательностях. Особенно уморительно ее искать на Октоберфесте. Если бы они в Россию заехали, то, наверное, на нашествие бы заглянули. Следующий рассказ называется Ночные сталкеры. В провинциальном городке парочка пьянчук из бара выходит обсуждая, что в последние дни пропадают люди. Что-то странное творится. Вроде даже к ним из-за этих событий расследования человека. Но что взять с этих городских? Наверное, очередной зазнайка, что палец о палец не ударит. Во время этого разговора на парочку спускается рой огромных летучих мышей с антропоморфными чертами. В секретной лаборатории, что находится внутри скалы, ученый сообщает доктору Калласу, что только что прибыли еще два подопытных. Это крайне радует доктора, который окружен койками с захваченными людьми и подсоединенными к аппарату с летучими мышами. Скоро можно будет начинать трансформацию и все благодаря передовым технологиям амбреллы. В офисе шерифа в это время хаос. Местные вооружаются и требуют возмездия. Шериф же пытается успокоить жителей, говоря, что это не в его полномочиях. Да и они даже не знают с чем имеет дело. Нужно подождать немного. Скоро должен прибыть человек по этому делу. Но вооруженные мужики не хотят слушать. Уже восьмерых утащили и они идут на свою охоту. А шериф лишь пытается вслед их предупредить, что кто бы это не был, они охотятся ночью. И не надо выходить в это время на улицу. В это время мальчик Винни вел отбившуюся коровку от дома. Стараясь поскорее вернуться до того, как совсем стемнеет. Они уже близко. Когда стоя летучих мышей, монстр нападает на них и разрывает корову на части. Монстр уже вцепился в горло парню, однако толпа вооруженных горожан подспела вовремя и отбила пацана. Винни оказывается сыном шерифа и горожане приносят его в офис, однако парню становится все хуже. Ему нужно срочно в больницу. Через пару дней у парнишки начала гнить кожа и он обратился в зомби. Благо его успели нейтрализовать до того, как он распространил инфекцию. Данные о летающих тварях и парни стали наводкой, что скорее всего тут замешана амбрелла, поэтому на такое задание был отправлен Леон Кеннеди. В это время ученый напуган инициативами доктора настоящих вампиров. Недалеко за городом Леон в ночной темноте за костром размышляет на тяготой своей профессии, когда на горизонте замечает приближающиеся к нему тени в небе. Быстро опознав их как врагов, отправляется в бой нож и пистолет, однако вампиров окажется слишком много, и они давят парня числом, после чего он теряет сознание. Очнулся он на подлете к логову ученых Амбреллы, а значит лапу и выпадая из ее цепляется за ближайший камень. Вампиры прилетают на базу ни с чем, и доктор Каллас явно недоволен провалом своего подопечного ученого, приказывая тому прикончить прибывшую израненную особь летучей мыши вампира. Ученые не хотят так поступать, что весьма злит сородичей вампиров, но доктор Каллас предусмотрел такое и использует устройство, которое дезориентирует твари, не давая им возможности пуститься во все тяжкие. Впрочем, малодушные помощники ему тоже не нужны, так что следующим нажатием кнопки он карает бедного ученого, которого в ту же секунду разрывают вампиры. Персонал напуган, а доктор Каллас приказывает всем работать дальше и отправить мышей за новой партией людей. Пусть принесут вообще всех, ведь доктору Калласу нужно больше подопытных. Он намеревается, скрещивая людей с летучими мышами, а также с помощью G-virus создать сверхлюдей. Через час вампиры улетели, а Леон, который подсмотрел все происходящее внутри приходит к выводу, что их игры с G-virus слишком опасны и нужно бы сравнять с землей это место, благо у него есть снаряжение для этого. Оставшиеся вампиры вошли в фазу сна, а Леон связался со своим подразделением и запросил эвакуацию через час, после чего начал штурм лаборатории. Однако, один против толпы охраны у Леона не было шансов. Впрочем, он успевает пошаманить с внутренностями драгоценной для доктора машины контроля. Леон пытается вырваться, но тщетно. Гордливый доктор Каллас предвкушает кончину названного гостя. Уже ведь вернулись его драгоценные вампиры с охоты. В этот момент Леон активирует взрывное устройство, которое он внедрил в машину контроля. И вот уже стая мчится отведать плоти своего создателя и местного персонала. А Леон под шумок сбегает на как раз подоспевшем вертолете. Через пять минут прибывшие истребители не оставят от этой горы камня на камень. Леон ненавидел эту работу, но только так он мог помешать Амбрелле. Вот такая история, где еще задолго до резидента его виллэдж впервые появились вампиры. И в отличие от истории с оборотнем, тут они являются продуктом экспериментов с вирусом. И это куда уместнее получилось, чем тот рандомный оборотень, помните, в начальных рассказах, что у Ракуновской библиотеки буквально появится с потолка без какого-либо объяснения. Следующая история называется Спецдоставка. Вертолет Амбреллы с капсулами, в которых содержатся мутанты, летают над охваченным эпидемией городом Ракуновсити. Один из пилотов размышляет, что это все не кончится хорошо. На что второй парирует. Да ладно тебе, прикольно же. Назначен десант груза Мистер Икс на полицейский участок. Стоит, кстати, отметить, что тиран Т-103 здесь изображен на основе своего раннего концепта с респиратором. А не как в игре. Достаточно необычный выбор для художников, но для разнообразия почему бы и нет. Следующая капсула с растительным мутантом спора пульпы сбрасывается на фармацептический завод конкурентов. Растения хватает выживших и выпускает споры. Жертва обращается в зомби, настигает оставшиеся людей и директора завода в его офисе. На окраине города капсула с тираном сбрасывается в спрятанную в шахте лабораторию еще одних конкурентов. Тиран устраивает там резню, а после встроенная в него бомба самоликвидирует все остальное. Сбрасывая четвертую капсулу, в инструкции один из пилотов сообщает другому, что после этого у них целых три часа передышки до следующей цели. На что второй удивляется, что как-то много. В это время четвертая капсула начинает деформироваться изнутри. Один из пилотов слышит странные звуки и пытается сообщить об этом второму, когда в кабину вертолета начинает проникать щупальца. Продолжая издавать нечленораздельные звуки, существо объявляется в кабине, и один из пилотов пытается его остановить выстрелом с пистолета, но тварь быстро делит его на ноль. Второго же пилота она в это время душит, и медленно падая, странные звуки создания собираются в слова. Никаких открытых концовок. Следующая история называется «И последний станет первым». Событие происходит в Пайн Грув Академии, Пенсильвания, одна из лучших школ-интернатов США. Центральным героем является Декстер Уитлэм. Для него эта школа по сути дом. Тут обучаются самые светлые умы юной Америки, но к сожалению по блату тут обосновалась и золотая молодежь. Собственно, ее представители уже настигли Декстера и прессуют его, ведь они хотят, чтобы он делал за них домашку. За издевательством над парнем их застает ученица по имени Рутни. Она пытается поддержать обиженного Декстера, но тот клянется отомстить им, всех их убить, добиться, чтобы они просили у него пощады. Его подруга пытается утешить и лишь отмечает, что это не его путь. Ночью Декстеру нет покоя. Он прокручивает в голове мысли о своих обидчиках. Кейли, сынок главы одной являтельной компании, но при этом туповатый. Вейд, красавчик, который задирает парнишку только ради того, чтобы покрасоваться перед девчонками. Тот, футбольная звезда и громила, свое положение в школе получил, как решало силовых проблем для Кейли. Декстер мечтает, что однажды деньги у этих избалованных хулиганов кончатся, а он сам станет гением, прославится и достигнет открытий, после которых те будут вынуждены просить у него помощи. Шальные мысли вывели Декстера в ненастную погоду с территории школы. Однажды хулиганы загнали бедолагу на территорию промзоны, где скрываясь, тот весь день наблюдал за тем, как грузчики перетаскивают самое разное научное оборудование, на которое была изображена эмблема зонтика. С тех пор мысли про это место не покидали парня. Кстати, не можем не отметить достаточно интересный уникальный дизайн эмблемы Амбреллы, который художник стал использовать в этом комиксе. Аналогов нигде такому франшизе вы больше не увидите. Прошмыгнув, во время перекура рабочих, внутрь склада Декстер находит капсулу с тираном и поражается тому, что это уже продукт генных манипуляций над телом. В этот момент два работника возвращаются и замечают парнишку, однако тому удается улизнуть, прихватив с собой небольшой трофей. Работники не решают спустить все на самотек, мол, если на их взгляд ничего не пропало, значит тут никого не было. Декстер на следующий день сидел и размышлял, что похоже, то создание было продуктом вируса и с помощью него вполне бы мог стать но эту мысль прерывают хулиганы, которые недовольны своей провальной контрольной. Им нужно, чтобы Декстер на них впахивал. Рут не объявляется, а грев книгой одного из хулиганов, за что получает оплюху. А золотая молодежь уходит, обещая продолжить в следующий раз, пока Декстер, помогая своей подруге, кричит вслед обидчикам проклятия. В этот день мужчины в костюмах устраивают допрос работникам склада, ведь пропала колба джи вируса. Клаус является крупной шишкой и крайне недоволен, радуется, что ничего не крали, и вскользь упоминает, что может быть в этом замешан подросток. Клаус смекает, что раз речь идет о подростке, то похоже стоит проверить ближайшую школу, а телохранителю по имени Мистер Венг пора нейтрализовать провинившихся работников. В это время Декстер решается вести себе джи вирус и мгновенно мутирует в когтистого монстра. В душевой он настигает ничего не подозревающего Вейда и пронзает своей огромной лапой грудь парня. Вендетта началась, первый готов. Напевая песню Бэкстрит Бойс, тот шел навернуть из автомата снэка вкусный батончик. Но Пухляшу не суждено было насладиться сладостью. Декстер бросил его выпотрошенное тело в автомате и отправился за последней жертвой. Клаус и Мистер Венг уже в общежитии. Они нашли в комнате Декстера то, что искали. Клаус поражен его записям. Парень в свои юные годы почти понял, что именно ему удалось украсть у них. Это впечатляет. А также на шприце из-под G-вируса есть капли крови, а значит он себя заразил. Настало время найти и обезвредить парня. Все это незаметно подглядела и подслушала Рутни. В спортзале Декстер настигает последнюю жертву. Раненый Келли просит о пощаде. Тут же вбегает Рутни и кричит, что за Декстером идут странные люди и что он должен это прекратить. Келли из последних сил пытается откупиться, но парня интересует только месть и он кончает со своим последним обидчиком. Но жажда крови не проходит и вот уже монстр приближается Крутни. Девушку спасает подспевший мистер Венг, который шокерной пушкой вырубает Декстера. Позже тот очнется в больничной палате уже человеком, хоть и пока перебинтованным подключенным к приборам. Клаус информирует, что все знает про парня и поражен его сообразительностью и интеллекту. Он смог за один день почти понять их разработку. Скоро они смогут нейтрализовать влияние вируса на его организм, а после он присоединится к ним и будет работать на Амбреллу. Им нужны такие специалисты как он. Декстер удовлетворенно зловеще улыбнулся. Следующий рассказ Кровавая ложка Эми Парочка едет в автомобиль и кажется немного заплутались ссорясь кто же виноват и как правильно пользоваться картой. На их удивление они пребывают в Раккун-Сити, хотя на карте данного города не отмечено, но если он перед их глазами почему бы не заехать? Как раз можно заглянуть в закусочную. Парочка заходит в забегаловку кафе Эми. Хозяйка сразу заприметила что они не местные, на что Терри и Деп сообщают что у них медовый месяц и они смотрят страну. Пока парочка воркует Эми отправляется на кухню по поводу заказов, где встречает своего работника Боба в ужасном состоянии. Он оказывается зомби и бросается на старушку. Та конечно отбивалась, но все усилия оказываются тщетны, после чего Боб наведывается в зал, где Терри и Деп признаются в любви, говоря, что только смерть их может разлучить. Собственно Боб очень быстро исполняет это предсказание, поочередно разрывая глотки парочки. За этой трапезой его застает вошедшая Клэр, и таким образом обыгрывается вступительный ролик к оригинальному Resident Evil 2. Достаточно глуповатая и юмористическая история, да и странно, как город по типу Раккун-Сити может отсутствовать на карте, и какой смысл было вообще этот нюанс добавлять в историю. С точки зрения логики, ну не Саленхилл же это все-таки. Следующая история, финальная история Кейн и Эйп. Мы возвращаемся к моменту событий, когда три оперативника Старс исследовали замок Германии. Джилл успешно расправляется с зараженными крысами. Крис, воспользовавшись мечом, рубит зомби в доспехах. Берри использует могучий ботинок, превращает в кашу и так ели целого жившего мертвеца. Джилл поражается, как персонал Амбреллы вообще способен работать в столь жутких местах, пока спускается все ниже вглубь замка, где находит ученого. Она называет его Эйбом и тот удивляется, что она знает его имя и предполагает, что она из-за операции Аляска. Джилл не понимает, о чем речь и лишь отвечает, что видела его фото наверху. А теперь настало время ей задавать вопросы. Эйб просит убрать оружие, ведь он не желает ей зла. Он в принципе жалеет об моменте, когда начал работать на Амбреллу. Кейн, брат-близнец Эйба, в результате несчастного случая лишился руки и в какой-то момент он решил, что на основе эти вируса ему удаться найти компонент, который позволит излечить его травму. Так и было первое время. Рука отросла, да и само тело Кейна стало сильнее. Но со временем он стал превращаться в монстра и Эйбу не осталось ничего, кроме как поместить своего брата в Крио Стазис. Но не вышло. В этом момент позади Джилл появляется огромная фигура тирана с двумя головами, одна из которых просит не делать ей больно. Крис и Берри же пришли на поле боя с зараженными крысами и Бертон довольный нашел ящик с гранатами. Явно им это пригодится. Осталось найти саму Джилл и добить оставшийся крыс на пути. Эйб пытается утихомирить брата, но создание продолжает с недобрыми намерениями приближаться, а Джилл отстреливается негодуя, что им бы ствол побольше. Вторая вросшая голова Кейна просит тело не причинять им вреда, но голос разума похоже не контролирует само сознание. На время Кейн замедляет свое движение, а Эйб с горечью решает, что есть только один выход и активирует систему самоуничтожения. Пока Джилл была отличена на тирана, Эйба уже след простыл, а таймер начал обратный отсчет. Тут на вечеринку и Берри с Крисом подспели. Конечно же, они не смогли не поэронизировать, что им придется бежать со всех ног от монстра, пока тикает таймер. В это время создания после полученного урона начинает мутировать, становясь еще более уродливым. А времени становится все меньше, и Крис просит Берри поторопиться с гранатой. Бертон запускает в огромный язык тирану гранату, после чего от взрыва все трое прыгают в окно в надежде смягчить посадку в зеленых зарослях. Там внизу троицу встречает Клэр и Леон. Крис удивлен встрече, но сестра рассказывает, что волновалась о нем и отправилась в Раккун-Сити, где, прочитав его дневник, двинулась в Европу. Леон, глядя на разрушенный замок, констатирует, что, похоже, им там ничего не оставили, на что ему иронично отвечает, что прибыли бы они немного раньше. А так с Европой они закончили, и настало время опять вернуться в США. На что Клэр возмущена, что они с Леоном только прибыли. Конец. Занятно, как можно найти пересечение в дизайне Тирана Кейна с Ариего из Резидентилу Вендетта. Линия с братьями была в итоге интересней, чем туристический рейд Троицы по Европе. Даже жаль, что именно братской линии уделили так мало времени. Вот таким был цикл официального комикса от Вайлд Шторм в виде 5 выпусков с 98 по 99 год. Авторы себя сильно не ограничивали, поскольку на руках из материалов у них креативили они как могли, иногда неплохо, зачастую слишком безумно и даже трэшово. В принципе тон комикса хоть местами и пытается соответствовать игре, но это мизерный процент. В большинстве своем подача и отношение к вселенной тут напоминает подход в стиле таких франшиз, как байки, склепа или калейдоскоп ужасов. То есть несколько ироничных и чернушные короткие новеллы, изредка с перебивками на более серьезный тон. Поскольку авторы создавали свою собственную вселенную по мотивам, то это их право. Причем они на этом не остановятся и продолжат еще в двух циклах комиксов, которые мы обязательно в будущем тоже разберем и проследим как будет меняться стиль авторов. Что еще можно сказать про данные комиксы? Это легкое и ненапряжное чтиво на раз-два с очень приятным рисунком и не стесняющийся показать откровенное насилие и мясо на панелях смакуя шок-контент. Персонажи по дизайну также не вызывают нареканий. Что ж, говорить про то, что комиксы по тем временам могли побаловать добавленным в них интервью разработчиков игр, а также дополнительными красивыми артами от художников. Безусловно, время более серьезных комиксов работ для франшизы еще придет, но будет это гораздо позже, а пока в рамках комиксов будут происходить самые разнообразные безумные эксперименты с сеттингом и сюжетом. Конец. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok